Всем привет! Это Толерок и наш еженедельный обзор программ и игрушек для мобильной платформы от Apple. Слышали новость? Количество скачиваний в App Store перевалило за 25 миллиардов! Юбилейное скачивание совершил китаец Чун Ли Фу! Компания Apple наградила счастливчика сертификатом на 10 тысяч долларов. Теперь Фу Чун Ли Фу может купить 10 тысяч однодолларовых приложений, но обналичить эти деньги он не может. Вы всегда хотели почувствовать себя в шкуре Лос-Анджелесских копов? Ночами вам снится, что вы мчитесь по хай-вэю за преступниками? У вас загули, а вы хотели разбивать в дребезги дорогие иномарки? Нет, нахера мне все это надо. В любом случае, у вас есть такая возможность в игре Smash Cops. Компания Hatch Games Ltd. за 3 доллара скрипала интересную аркадку в стиле «разбей дорогую машину». Графика достаточно привлекательна для подобного рода таймкиллера. Управление двумя пальцами. Физика? Ну какая тут может быть физика? Тут все работает на кураж. Единственное, что раздражает, так это то, что иногда управляя машиной, перекрываешь экран руками. Такое управление не самое страшное, что могло случиться. Наша оценка хорошей. Полиция Лос-Анджелесса, всем стоять! Следующий. Следующий у нас будет игра от компании... Крэс... Мун... Блять, название какое. Короче, эти чуваки сделали игру для фанатов more RPG-шек и игр с коллективным убиванием монстров. Рейд-лидер. Выбрали эти разработчики самый сложный для современного задрота кусок игры. Поход на рейд-пособ. Вы являетесь лидером группы и должны правильно скоординировать своих сопартийцев для того, чтобы убить всех гигантских исчадий ада. Но вот только игровая механика настолько примитивна, что здесь просто невозможно неправильно их скоординировать. На! Держи! Вперёд! А? Угу. Держи! На! На! Вот тебе! Давай! Ура! Получай! Получи! По мозгам! Бей его! Ура! Ура! Ох, ребята, с такой игровой механикой я даже не буду говорить о пьяном дизайнере, которому не удалось нормально спиздить стиль World of Warcraft и о банальном сюжете. Я, если честно, не понимаю ленивого желания большинства разработчиков превратить RPG из покон веков в самый проработанный и глубокий жанр в тупую таполку. Перед нами очередная попытка заработать по доллару с каждого RPG-шника с айфоном. Игра плохая. Раньше у меня было 6 программ, собирающих для меня нужную мне информацию. Новости, трейлеры к фильмам, играм, статьи о кино, фоточки друзей и прочую социальную нитерезу хуйню. Но с декабря 2011-го чуваки из Пала-Альта заменили мне их на одну. Называется Flipboard. Программа собирает весь ваш контент из социальных сетей и подает его в виде офигенного глянцевого журнала. Красиво переворачивающиеся странички, возможность прочитать позже, поделиться с другом, да все что угодно. Программа делает журнал о вас, ваших вкусах и интересах. Особенно кайфово становится, когда читая журнал, ты можешь прочесть рецензию на новый голливудский блокбастер и сразу же посмотреть к нему трейлер прямо в журнале. Твою мать, видео прямо в журнале! Привет технологии нового века! Прощайте тупые бумажные журналы! Б***ь, что ты делаешь, ёб***ь, пи***ь, тупой! Владельцы андроидафонов, кстати, стоят в сторонке и тупо завидуют владельцам настоящих смартфонов, потому что для их платформы такого приложения нет. Apple задала этой программе звание приложения года. Она заменила кучу других и явно надолго обосновалась в доке моего айфона, чего и вам желаю. С вами был Хороший, Плохой, Злой. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok